МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На этой неделе предвыборная гонка за кресло губернатора закончилась, не успев начаться официально. В ЦК КПРФ отказались от выдвижения своего кандидата на пост главы Новосибирской области. Таким образом, вся интрига сентябрьского дня пропадает, ведь исход очевиден. Хотя у избирателей теперь другой вопрос. Смогут ли они решать, кто будет руководить областным центром? Так новосибирские ветераны поделились своим волнением и попросили Анатолия Локти остаться на посту мэра Новосибирска. Польза будет от того, чтобы просить Анатолия Евгеньевича остаться в должности мэра. Но поддержать его тем, чтобы ему создали условия для работы. Он будет работать на благо нашего города с помощью других организаций, вышестоящих. А для этого мы должны обратиться к депутатам, чтобы они срочно принимали решение о том, чтобы выборы были. Не назначение было, а выборы. Причины для волнения понятны. Ведь в стране все больше городов, где главу не выбирают, а назначают. Власти Новосибирска и Новосибирской области договорились о сохранении прямых выборов мэра. Об этом Анатолий Локоть и Андрей Травников заявили на совместной встрече с журналистами. Мэр и временно исполняющий обязанности губернатора договорились о партнерстве в реализации крупных инфраструктурных проектов, о развитии транспортной сети и Новосибирска в целом. При этом город может рассчитывать на укрепление финансовой независимости. У Новосибирска наконец-то может появиться бюджет развития. Решение городских проблем важнее любых политических разногласий, подчеркнул Анатолий Локоть. Ветхого жилья не только не становится меньше, список постоянно пополняется. А вот программу, по которой несколько лет из госбюджета финансировали решение жилищного вопроса, не продлили. По тому муниципалитету ничего не остается, кроме как расселять аварийные дома самостоятельно. Тема настолько наболевшая, что мэр Новосибирска Анатолий Локоть подготовил обращение к президенту. Вопрос для прямой линии с главой страны был посвящен возможному продлению федерального финансирования. Не дожидаясь денег из Москвы, в городе разрабатывают свой план расселения 175 аварийных домов. И это за пять лет. О великом переселении Михаил Якимов. С потолка сыпется штукатурка, пол прогнил, в стене огромная дыра. Жителям аварийных домов картина знакома. Виталий Александрович 19 лет живет в двухэтажном бараке, построенном до войны. С каждым годом дом разрушается все сильнее. И без канализации живем, и ну все. Если я вам покажу горячую воду, я ей не пользуюсь. Почему? Потому что открываешь, она бежит ржавая. Эти дома в третьем переулке Серафимовича попали в программу развития застроенных территорий. Людей из бараков переселят, а на месте аварийного жилья построят многоэтажки. Мэрия нашла инвестора, который поможет решить квартирный вопрос. Но динамика расселения ветхого жилья в Новосибирске каждый год неуклонно снижается. Как сокращалось и финансирование из федерального центра. Сейчас в городе продолжают расселять и сносить аварийные дома, но уже за собственный счет. Мы расселяем дома, признанные авариями, до 31 мая 2013 года. Таких домов осталось 6 нам дорасселить. В этом году мы эти дома закончим, указано, и программа будет полностью на 100% реализована. Всего с 2004 года в Новосибирске расселили 484 дома. Сейчас аварийными признаны 242, а около полутора тысяч зданий сильно изношены. Вскоре их тоже могут признать ветхими. Даже несмотря на отсутствие финансирования из федерального бюджета, в мэрии ищут решение проблемы аварийного жилья. На сегодня подготовлена программа расселения ветхого аварийного фонда домов, признанных аварийными по состоянию на 1 января 2018 года. Эта программа рассчитана на 5 лет и начнет действовать со следующего года. Всего в нее попало 175 домов. Большинство расселят с помощью застройщиков. Программа развития застроенных территорий – хороший инструмент для решения проблем ветхого и аварийного жилья. При расселении таких домов большую часть расходов берет на себя застройщик. Так, например, случилось здесь, на улице Якушева в Октябрьском районе, где на месте старых покосившихся домиков уже растет новенькая высотка. А вскоре рядом появится еще один дом. Вот эти дома на улице 9 ноября тоже попали в программу развития застроенных территорий. Всего в этом квартале снесут 8 зданий. И только одно за счет муниципалитета. Остальные – на средства застройщика. Такие участки, где рядом стоит сразу несколько ветхих зданий, привлекательны для застройщиков. Они охотно помогают расселять и сносить здания. Но в Новосибирске много аварийных домов, которые стоят отдельно. Дома, признанные ветхими в этом году, а их уже больше 60 в новую программу расселения не попали. Эту проблему нужно решать, подчеркивает мэр. Вывод жилья, ветхое аварийное, оно опережает, идет опережающим этапом. Это тоже не хорошо, не плохо. Это так, как есть с этим. Надо воспринимать как объективную реальность. И с этим нам предстоит работать. Ясно, что 90% нам надо искать поддержки. А это рассчитывать только на федеральный центр. Анатолий Локоть решил не только обратиться к президенту во время прямой линии, но и поручил подготовить официальное обращение в правительство области и премьер-министру страны. С подробной информацией о расселении ветхого и аварийного жилья в Новосибирске, финансовых возможностях муниципалитета и необходимой поддержке федерального центра. Михаил Якимов, Олег Кролевец, Новосибирская неделя. Мусорную концессию переработали. Предложили новое место для строительства правобережного полигона у села Лекарственное в Тагучинском районе. Участок, казалось бы, не так далеко от Плотникова, однако на прежнем месте не избежать конфликта с протестующими дачниками. А вот новый вариант – дальше от населенных пунктов и до конца месяца место планируют утвердить. Только тогда можно будет объявлять конкурс и выбирать регионального оператора. Депутаты, ученые, общественники говорят о необходимости сократить срок концессионного соглашения до 25 лет. Именно на такой период рассчитано оборудование. А объем отходов предлагают пока не фиксировать на десятилетия вперед. Эта цифра актуальна. У нас появится после того, как у нас в течение года проработает региональный оператор. Мы надеемся, что он будет максимально оперативно выбран. И к концу 2019 года у нас появятся точные данные. Инициативная группа заявляет о том, что сортировать необходимо до 40% поступающего мусора. И это поможет снизить тарифы для жителей, ведь вторсырье можно продавать. Другая же часть рабочей группы придерживает сомнения, что на сортированный мусор спроса не будет. Работающая промышленность не будет брать через МСК. Вот мы взяли, досортировали, и потом МСК им перепродает. Они не будут брать, это будет дороже, это посредник для них. Они сами сортируют. Они забирают, сами сортируют. Одним из острых вопросов остается и схема проведения торгов. По мнению некоторых участников рабочей группы, и новые условия прописывают под известную фирму «Экология Новосибирск». Прежнее соглашение с ней лишь приостановлено, а не расторгнуто. Не до конца понятно, и чем конкретно будут заниматься предприятия, которые построят при левобережном и правобережном полигонах. Плюс 10 на термометре сменились на этой неделе стабильно высокими и по-настоящему летними температурами. Жары новосибирцы ждали долго, потому и на пляже выбрались при первой возможности. Только вот вода к купальному сезону прогреться не успела. Спасатели сейчас оперативно готовят береговую зону к наплыву отдыхающих и исследуют дно. Несмотря на регулярные осмотры и уборку прибрежных зон, ежегодно из воды достают опасный мусор. Как будет проведено все до конца обследования водолазного дна, выставлен будет спасательный пост. Если вода и песок соответствуют, будет всем нормам сампина. Спасатели заступают на дежурство. Берут и пробы песка, а также воды. И только после положительных результатов лабораторных исследований купальному сезону дадут официальный старт. Пока же у берега стоят таблички «Купаться запрещено». Из-за затяжной и холодной весны открытие огородного сезона в этом году пришлось не на майские праздники, а на канун Дня России. И казалось бы, садоводы только выдохнули, ведь холода отступили. Другая напасть. Грунтовые воды не уходят и к дачам уже подходит вода из Аби. Проигрывают ли садоводы и огородники в битве за урожай, выяснял Александр Сульдин. Первомайский район, садовое товарищество «Геолог» – первый по-настоящему летний день. Огородный сезон длится уже больше месяца. Надежда Ивановна посадила картошку, морковь, свеклу, а зеленеет пока только лук. «Сегодня и фасоль высадила. Я все посадила. Но вырастет ли? То весна холодная, то сейчас воду дадут. А как дадут, если вот это подмокнет? Какая картошка будет? Картошки не будет, морковки не будет». Подтверждение опасений дачница показывает. Вода уже в подполе и в баню поступает. Тут же к разговору подключается соседка Надежды – Лидия Дацук. «Уже лето начало, а мы только посадили. Так что, надеюсь, она это… Не дай бог затопят, все пропадет». Весна выдалась совсем не подходящей для огородников. Холода, дожди, теплые дни по пальцам перечесть. Такое впервые за 90 лет метеонаблюдений. «17 мая на 30 метеостанциях Новосибирской области, а всего у нас их в Новосибирской области порядка 35. Так вот, на 30 такая низкая дневная температура была отмечена впервые». Обильные майские дожди внесли свою лепту. Паводок даже при небольших запасах снега в горах все же пришел. По официальным данным, подтопило шесть дачных участков в Первомайском районе. Все в товариществе геолог. Александр Прохорович привез на дачу рассаду помидоров. Солнечный жарко, сланцы бы обуть, но сапоги подходят больше. Вода на дорожках, в кухне, между грядок. Дачник говорит так каждый год. «Сантиметров 30 стены были затоплены. Гараж – это все, кухня там. Благо, что у меня здесь ничего нет. У меня жудок». Участки, расположенные в низине, как Венеция. Добротные дома, возвышающиеся, как будто старинные бастионы, на метр над землей грядки. Но некоторые хозяева уже бросили попытки что-то вырастить. Их участки медленно зарастают одуванчиками. По официальным данным МЧС, сейчас уровень воды в АБИ – 362 сантиметра. Глубина на этой дороге – около полуметра. Вода начала пребывать в понедельник, когда на Новосибирской ГЭС чуть больше приоткрыли затворы водосбросов. Если не сделать этого сейчас, потом будет еще хуже, объясняют гидрологи. Ситуацию обсуждают на экстренном совещании. Пока прогнозы развития паводка оптимистичны. Резкого увеличения притока талых вод с Горного Алтая не ожидается. Не планируется большая приточность к Новосибирскому водохранилищу, исходя из этого. И не планируется больший сброс воды. Мы очень надеемся, что больше подтапливаться ничего не будет. В садовых товариществах всю неделю работают спасатели. Дачникам раздают памятки, как вести себя во время наводнения. Городские власти постоянно обмениваются информацией с председателями. Система отработана годами и проверена рекордным половодием прошлых лет. У дачников общества геолог даже примета появилась. Если до 10 июня местная старица затопит дорогу между участками, вода пойдет и дальше на грядке. Сейчас, судя по уровню, ситуация не критическая. Александр Сульдин, Евгений Макаров. Новосибирская неделя. Набережную готовят к открытию чемпионата мира по футболу. Матчей в Новосибирске, конечно, не будет. Однако в обновленном парке у воды новосибирцы смогут увидеть первый матч «Россия-Саудовская Аравия» на большом экране. Будет потом еще несколько трансляций. А вот 24 июня на Михайловскую набережную горожан приглашают отпраздновать юбилей родного Новосибирска. Торжества по случаю 125-летия города стартуют там, где он начинался – у опоры первого железнодорожного моста через Обь. Именно здесь отпраздновали и первый день города в конце 80-х. Чем будут удивлять в этот раз, узнаем у гостя. Близится чемпионат мира по футболу и на набережной, я так понимаю, будут трансляции. Мы получили разрешение подтверждения ФИФА о том, что в Новосибирске будет прямая трансляция. И теперь уже на 100% мы можем пригласить наших горожан 14-го числа на Михайловскую набережную. 22.00 – это уже просмотр. Но перед этим будет очень большая концертная красивая программа. Будет очень большой экран, мы ставим ограждения. Метро будет работать до часа ночи. Также будут стоять автобусы, которые развезут горожан уже по разным нашим районам отдаленным. То есть мы делаем так, чтобы всем было комфортно. И мы надеемся, что мы вместе получим удовольствие от игры нашей сборной. Мы уже знаем три игры, которые будут наши играть в нашей подгруппе. Это 19-го числа и еще следующая. Но там у нас пока вопросы, потому что игра будет в час ночи. И следующая игра – это 25-го числа. 9 часов вечера. То есть здесь, я думаю, что опять соберется весь Новосибирск. Набережная, я так понимаю, станет не только центром футбольного праздника, но и грядущего 125-летия Новосибирска. Рядом у нас площадь Будагова. В этом же году, как раз в день города, мы открываем дом Будагова, которому 125 лет. И именно там, можно сказать, зарождалась культура города Новосибирска. Зарождался новый Новосибирск. Поэтому у нас такой вот лозунг «это ново». Именно там, вот в этой конторе инженера Будагова собирались инженеры. Была первая библиотека, первые молебны и там подобное. То есть вот с одного маленького домика начинался новый Новосибирск. Очень символичное открытие этого домика именно в тех местах, откуда начинался Новосибирск. Поэтому мы решили завести новую традицию в Новосибирске. Начинать день города с Михайловской набережной. Чем должен запомниться этот юбилейный день города? Мы делаем две большие площадки. Это Михайловская набережная и площадь Ленина. Площадь Ленина всю программу мы делаем более классической. В Новосибирске это культурная столица. На сцене будут играть наши симфонические оркестры. Певцы будут исполнять свои партии. У нас будет еще одна площадка на парке «Городское начало». В этом году к нам приезжает наш знаменитый футбольный клуб «Зенит». Будут отбирать наших одаренных детей футболистов для того, чтобы они смогли провести время в летнем лагере «Зенит» в Санкт-Петербурге. Мы разработали такое приложение, которое специально будет называться «Это ново», которое как раз будет информировать горожан про все мероприятия, которые будут происходить в эти дни в городе Новосибирске. Вы можете скачать это приложение на Apple Store и Google Play. А когда уже оно будет доступно? Уже 16 числа «Это ново». Спасибо за приятное общение. И на этом все о событиях длинной рабочей недели. Полная информационная картина на сайте Новосибирские новости и на нашем официальном YouTube-канале. Всего доброго и до встречи.